Итак, друзья, всем привет, рад снова всех видеть, и сегодня у нас на повестке дня очередная довольно интересная сборка ПК для клиента. Итак, по техническому заданию, компьютер для игр в Quad HD разрешении на долгосрок. И при этом компьютер не должен быть суперогромным. То есть сборки в Phanteks 523 XT Pro Ultra это не сегодняшний случай, и также важен внешний вид. Стоимость этой сборки с учётом стоимости работы составляет 270 тысяч рублей. Ну и конечно же, напоминаю, по вопросам заказа готового компьютера пишите мне в личные сообщения во ВКонтакте, ссылка в описании. Ну и также есть услуга подбор комплектующих. Итак, переходим к обзору комплектующих, сборке и конечно же тестированию. Итак, начинаем, как правило, с процессора, и снова и опять в гостях у нас Ryzen 7 7800 X3D. Да, к сожалению, сейчас эти процессоры очень подорожали, но даже невзирая на его уже довольно высокую стоимость, это довольно интересный выбор. Во-первых, я думаю, не стоит говорить о том, что это очень мощный игровой процессор, ну а во-вторых, всё же это актуальная платформа. То есть мы получаем здесь и сейчас очень мощный игровой процессор, ну и также у нас есть перспектива апгрейда. Ну и в плюс к этому, если не важен внешний вид системы, то материнскую плату для него можно взять 1000 за 11, а систему охлаждения 1000 за 3. Материнская плата для этой конфигурации была подобрана Gigabyte B650M Aorus Elite. Как мы помним из вступления, сборка должна быть красивой. Итак, эта материнская плата восьмислойная, то есть она насчитывает 8 слоёв текстолита. Система питания выполнена по схеме 12++++. Само собой, нативных 12 фаз там нет, но при этом эта материнская плата легко выдержит любой процессор, существующий на данный момент времени на AM5 сокете. Ну и помимо этого, 4 модуля для оперативной памяти, достаточное количество разъёмов для M.2 накопителей и так далее. Оперативной памяти в этой сборке будет 48 ГБ, двумя модулями по 24 ГБ каждый. Сами модули Adata XPG Lancer Blade с подсветкой. XMP и Expo Profile 6400 МГц CL32. Ну и честно говоря, 6400 МГц на этой системе не завелись. Но это не проблема оперативной памяти, не каждый процессор на AM5 сокете сможет завести такую частоту при делителе один к одному. Так что ничего страшного, тем более в системе у нас Ryzen 7 7800X3D, который отлично будет работать с частотой оперативной памяти в 6 ГГц. Система охлаждения процессора и в этот ПК будет установлена трёхсекционная водянка Thermalright Frozen Warframe. И сразу отмечу, что для 7800X3D водянка в принципе не нужна, с ним легко справится бюджетный суперкулер. В эту же сборку системы водяного охлаждения ставятся эстетики ради, то есть ради красоты. Водянка само собой с подсветкой, ну и плюс на водоблоке имеется небольшой экран для вывода температур, картинок и так далее. SSD-накопитель в эту систему установлен 2-терабайтный Adata Legend 960. И про него всё уже сказано и рассказано не один десяток раз. На данный момент времени это лучший SSD по соотношению цена-качество. Далее выбор видеокарты. И само собой, учитывая очень серьёзный бюджет на всю систему, в эту сборку легко умещается RTX 4080 Super. Исполнение в этот раз Polit Gaming Pro, довольно симпатичное, с подсветкой и прочими прелестями жизни. В плюс к этому видеокарта не горячая и не шумная. Запитывать сегодняшнюю игровую станцию будет киловаттный First Player NGDP Platinum. Тут мы получаем отличный блок питания на отличной схемотехнике с красивыми мягкими проводами. Ну и плюс очень серьёзный запас по мощности, например, для последующих апгрейдов. Ну а собрано всё это великолепие будет в не особо маленьком, но при этом и не в огромном корпусе Zalman P30. Корпус, так скажем, почти аквариум с довольно хорошей продуваемостью. Сделан этот кейс довольно качественно, но и в комплекте идут три вентилятора. Два сбоку реверсные и один на выдув не реверсный. Ну и в плюс к нему были докуплены три реверсные вертушки от Thermal Riot. Они очень похожи на те вертушки, которые уже установлены в корпусе. Ну и также, само собой, подставка для видеокарты. Это база. Но по перечислению комплектующих на этом всё. Переходим к тестам в игрушках. Ну что же, начнём тесты в играх. Тестировать игрушки типа КС, Танки, Дота и так далее на этой системе я не вижу смысла. Мне кажется, что понятно всем, что настолько простые игры по системным требованиям этот ПК переварит без проблем. Поэтому начинаем сразу с Cyberpunk. Разрешение Quad HD. Настройки впечатляющие с рейтрейсингом. DLSS включен в режиме качества с резкостью в однёрку. И сразу же нюанс по поводу температур. Почему-то MSI Afterburner отображает некорректные значения при записи экрана. В этом же тесте, при таких же настройках графики, но без записи экрана, температуры более чем в норме. Пруфы на своём экране вы видите прямо сейчас. Ну а по результатам теста, в этом самом Cyberpunk мы видим свыше 90 кадров в секунду. Далее запустим Alan Wake, тоже на максимальных настройках графики и с DLSS. И тут мы уже получаем просадки ниже 60. И да, это в любом случае намного лучше, чем любая консоль. И да, конечно же, для столь тяжёлого ААА проекта это более чем играбельный показатель. Также не стоит забывать о том, что захват экрана отжирает 2-3 фпс, ну так, навскидку. В общем и целом, значения более чем играбельные. Но, если включить генерацию кадров, фпс само собой вырастет. С этим самым генератором кадров фпс уже свыше 90. Ну и под конец протестируем тяжёлый и неоптимизированный проект Escape from Tarkov. Настройки графики на ваших экранах, то есть это далеко не минималки. Ну а на ультра пресете в Tarkov никто не играет, это не имеет никакого смысла. Итак, на самой сложной локации под названием улицы Таркова мы видим свыше 100 кадров в секунду. И да, для Таркова это более чем показатель. И опять же, есть нюанс по поводу отображения температур процессора. Без записи экрана на этой же локации, на этих же настройках графики и в этом же рейде температуры более чем в норме. Ну ничего страшного, бывает, бывает, как говорится, и хуже. Ну а я тем временем напоминаю, по вопросам заказа готового компьютера, пишите мне в личные сообщения в ВК, ссылка в описании. Цены более чем демократичные, ну и конечно же индивидуальный подход к каждому клиенту. И также есть услуга подбор комплектующих, также пишите мне в личку в ВК и ссылка там же в описании. Ну а на этом, пожалуй, всё. Вот такая конфигурация получилась. Что вы об этом думаете, пишите в комментариях. И конечно же, не забывайте подписываться и не забывайте прожимать лайки, это очень и очень важно. И также подписывайтесь на социальные сети, группа во ВКонтакте и группа в Телеграме, все ссылки в описании. Ну а на этом, пожалуй, всё. Всех обнял и всем пока, очень скоро снова услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok